Здравствуйте! На календаре 28 января вы смотрите службу новостей город. Меня зовут Николай Храмов. Смотрите сегодня в выпуске. Мама, я уехала, не ищи меня, со мной надежные люди. Такую шокирующую записку 27 января обнаружила калининградка Жанна Воронина от своей 17-летней дочери Виктории. И вот уже сутки полиция разыскивает школьницу по всей области. По предположениям матери, девочку мог увезти из города ее 19-летний знакомый, который, кстати, по данным полиции, оказался бывшим уголовником. Ужасают и данные статистики. За последний месяц потерявшихся и просто ушедших из дома в Калининграде становится только больше. Тему продолжит моя коллега Светлана Федорова. Все ищут ее. Она хорошая, ответственная девчонка. Любящая дочь. Любимая дочь. Я не представляю, как она могла так со мной поступить. 27 января рано утром 17-летняя дочь Жанны Ворониной, как обычно, ушла на учебу. Только вот вернувшись с работы дома, она вместо девочки обнаружила ужасающее письмо. В нем Вика сообщила, что уезжает из города и просит ее не искать. С собой школьница было 5000 рублей на дополнительные занятия по химии. Но у репетитора девочка так и не появилась. Ну, билеты. Вот она часто ездила на репетиторов. У нее туда-сюда, туда-сюда. В этом году Вика должна закончить 11 класс и последний месяц начала активно готовиться к поступлению в медицинский институт. С ноября, как рассказывает мама, начала активную переписку по интернету с одним молодым человеком. Но парень оказался непростым. За спиной у Сергея Березина. Под таким именем он зарегистрирован в одной из социальных сетей «Криминальное прошлое». Оперативники сказали, что вред он не причиняет девочкам. То есть, да, он сможет своровать, он может украсть, но девчонок он не обижает. Это единственная отеплится надежда, что он себе ничего не может пока на данный момент сделать. Последний раз Вика выходила на связь 27 января в районе двух часов дня. А чуть позже правоохранители установили ее крайнее местоположение – город Советск, где сейчас может находиться школьница, не знает никто. Почти месяц о местоположении своей супруги не знает и другой калининградец – Вячеслав. С сыном Маличенко все произошло, как в криминальном кино. 7 января женщина пошла в магазин в садовом обществе «Мечта» и пропала. На поиски любимой жены мужчина тут же отправился с волонтерами и поисковыми собаками. Но все тщетно. Отчаявшись, он пошел на крайние меры. Обратился к экстрасенсам и даже подал заявку в программу «Жди меня». Пять гадалок все утверждают, что Романгинга нас живая, что нас радует. А ситуация там разная. Или в компании с мужчинами самая женщина насильно удерживает. Или в большой депрессии. Возбуждено уголовное дело по 105. Написано заявление в прокуратуру. Болеры сделали, висят там на дорогах. Раздаем листовки. Раздаем автобусные предприятия листовки. Ходим по городу, раздаем листовки. Полиция уже проверила территорию садового общества. На месте ее исчезновения поработали водолазы. Но пока безрезультатно. Тем временем в городе продолжаются поиски и еще одного калининградца – 62-летнего Александра Баранова. По данным полиции, 6 декабря пенсионер вышел из дома по улице Кашевого и также не вернулся. А спустя 20 дней домой не вернулась еще одна 17-летняя школьница – Оксана Федотова. Из дома она ушла в одном пиджаке и балетках. Но, как стало известно правоохранителям, после этого еще несколько раз посещала ночные заведения города. Ежегодно в Калининграде без вести пропадают сотни людей. И фотографии на этом стенде обновляются практически ежедневно. Правоохранительные органы принимают тысячи заявлений о пропаже от родственников и близких. Но не стоит также забывать, что обращение в полицию – только один из возможных вариантов поиска. Особой популярностью в последнее время пользуются также обращение за помощью к частным детективам и специальным общественным организациям. Отрядами от 6 до 500 человек на поиски пропавших людей выходят и волонтеры. На свой первый поиск их руководитель Илья Майер вышел в 2010 году. За три года работы с помощью добровольцев домой вернулись десятки взрослых и детей. На поиски без вести пропавших отправляются в любое время дня и ночи. Ищут в заброшенных зданиях, лесах и под водой. У нас есть люди, занимающиеся дайвингом, которые имеют возможность, допустим, прочесывать озера, ну вот если самые такие вот плохие подозрения. Есть профессиональные охотники, бывшие военные в отставке, то есть записываются к нам в ряды. На помощь волонтерам постепенно приходит и техника. Сейчас разрабатывается приложение, в котором будет оперативно отмечаться информация о том, где в последний раз видели пропавшего человека. Свою лепту в поиски потерявшихся вносят и СМИ. Редактор криминальной программы «Место происшествия» Екатерина Степанова рубрику «Розыск» курирует уже не один год. И ежедневно принимает звонки от десятков отчаявшихся горожан. Любой желающий калининградец, который потерял родственника, не знает, где он находится, может обратиться к нам. И в розыске мы разместим фото, максимальную информацию. Сделаем все, что от нас зависит. Об исчезнувших людях наслышанные психологи, ведь пропажа близких – тяжелые испытания прежде всего для их родственников. Рассказывает гештальтерапевт Анна Деянова. Близкие ни в коем случае не должны брать на себя вину за случившееся событие. Всегда к подобному событию приводят несколько линий. Наверное, две причины – это невыносимость, напряжение, в том числе из-за отсутствия поддержки. И такой вопрос идентичности – кто я, что я, зачем я. Мама пропавшей Виктории сегодня, сразу же после общения с полицией, самостоятельно отправилась на поиски дочери в город Советск. Вячеслав, в свою очередь, продолжает расклеивать по городу листовки и верит в слова гадалок. А мы напоминаем вам приметы разыскиваемых. 17-летняя Виктория Воронина. Волосы светлые, глаза карие. Последний раз девочку видели у школы на проспекте Мира. 17-летняя Оксана Федотова была одета в черный матерчатый пиджак, лосины черного цвета и черной балетки. Рост 178 сантиметров, глаза зелено-карие, волосы каштановые до плеч. 62-летний Александр Баранов, на вид около 55 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения. Волосы седые, стрижка средней длины, зачесывает их назад, глаза голубые. 47-летняя Инна Маличенко, рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-рыжего цвета, стрижка каре, глаза голубые. Была одета в темно-фиолетовую куртку, джинсы черного цвета, замшевые сапоги на молнии и темно-серую кофту. Если вам что-либо известно о местонахождении этих людей, обращайтесь в полицию по номеру 02 или к нам в редакцию по номеру 555085. Светлана Федорова, Ольга Захарова, Максим Кириченко, служба новостей город. И к другим темам. Калининград занял второе место в России по росту цен на мясо. Свинина и баранина за год подорожали почти на 80 рублей за килограмм. Со следующего месяца платить больше будем не только за продукты. Теперь и смотреть телевизор станет дороже. Также февраль принесет немало неприятных сюрпризов любителям зарубежного вина и шампанского. Новые ценники должны появиться уже в понедельник. Цены на подписку на спутниковые кабельные телеканалы уже выросли более чем в два раза. А следующее повышение тарифов может произойти во второй половине года. Сейчас операторы не могут продлить договоры с правообладателями, которым приходится платить в иностранной валюте. Поэтому вполне возможно, что в скором времени из сетки вещания некоторых каналов пропадет ряд передач, отмечают специалисты. Для развития отечественного контента еще многое предстоит сделать. Но на производство хорошей программы нужны большие деньги, что тоже может поднять стоимость подписки не меньше, чем колебания валютных курсов. Нестабильность рубля в отношении доллара и евро сказалась и на стоимости алкоголя. Теперь поставщик прибавляет около 10-15% к действующему курсу валют. Поэтому в Союзе виноделов России прогнозируют подорожание иностранного вина почти в половину, начиная с февраля. Увеличится и стоимость заграничных лекарств. Правда, тех, что входят в список жизненно необходимых и важнейших, изменения не коснутся. За минувшую ночь в нашем регионе сгорело 4 машины. Две в Калининграде на улицах Зеленая и Дубина, а также в Советске на улицах Героев и Парковая. При пожарах никто не пострадал. Остальные криминальные новости в нашей рубрике «Место происшествия». Вечером 27 января на улице Свердлова загорелась дача. За считанные минуты полностью выгорели два помещения. Но пожарным удалось приехать на место вовремя, и на другие постройки огонь перекинуться не успел. Пострадавших не было. Для ликвидации пламени привлекались две единицы техники и 11 огнеборцев. В отношении 33-летнего начальника управления учета и наима жилья возбудили новое уголовное дело. Напомним, чиновника задержали еще в прошлом октябре. Тогда в Крутом внедорожнике Пешковского была обнаружена целая пачка денег. Так, денежные средства, которые вам передала гражданка, где они находятся? Ну... То есть не знаете, да? Не получал. То есть получали сейчас денежные средства? Не получал, все машины дали. Немалая взятка, 700 тысяч рублей, должна была помочь снять с одной из калининградских квартир табу на продажу. Долго искать деньги оперативникам не пришлось. Я прощу. Оп! Денежные средства. А вот пересчитать такую сумму оказалось непростой задачей. Документ, который позволил бы заключить договор наима жилья, был обнаружен в кабинете чиновника. Как оказалось, мужчина решил обмануть целую комиссию экспертов, которые даже не подозревали о подлоге. Постановление за их подписями было изъято. Но на этом история взяточника не закончилась. Оперативники выяснили, что мужчина оказывал помощь калининградцу, который хотел получить квартиру в собственность. Свои скромные услуги Пешковский оценил в 1 миллион рублей. Граждане, которые обратились к Пешковскому за содействие в заключении договора социальной наймы, пытались получить однокомнатную квартиру по улице Чаадаева. При этом каких-либо полномочий на получение этой квартиры они не имели. Деньги за оказанное содействие чиновник получил через посредника. В отношении госслужащего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки». В настоящее время чиновник находится под стражей. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Не успел Калининград оправиться от мощного урагана, как синоптики снова обещают усиление ветра. Уже сегодня, 28 января, Калининградская область попадет под влияние циклона, который принесет в наш регион осадки в виде мокрого снега, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Ветер начнет набирать силу ближе к ночи, и уже завтра, 29 января, жители региона ожидают усиление южного и юго-западного ветра до 9-11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. В пятницу днем ветер поменяет направление на юго-восточное. Температура воздуха до конца недели днем будет держаться на отметке плюс 2 градуса, а ночью опустится до минус 1. Во власти циклона область пробудет до конца месяца, а уже в начале февраля в город обещают вернуться холода. А сразу после короткой рекламы вы увидите. Ночевать в Литве станет дороже. Минфин собирается ввести туристический налог на подушки. Тонкое кружево и невесомый шелк. Калининградка Маша Хома открыла домашнее производство нижнего белья. Нашествие лебедей в Балтийский и белый-белый снег, что сегодня обсуждали пользователи социальных сетей. Все это и многое другое сразу после короткой рекламы. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Тимур Бекмамбетов снимет фильм про калининградского космонавта. В городе заработает банк кошек-доноров, а за ночь проживания в Литве придется заплатить налог. Об этих и других интересных новостях расскажем далее короткой строкой. Ночевать в Литве станет дороже. Минфин собирается ввести туристический налог на подушку. Так, если, например, в Бильнюсе каждый гость за одну ночь пребывания в столице заплатит 0,58 евро, то доход казны за год составит 580 тысяч евро. В настоящее время такой налог платят туристы в Берускиненкае, Берштоносе и Паланге. С 28 января изменена схема движения транспорта на перекрестке проспекта Победы и улицы Вагоностроительной. Здесь установят разделительные блоки и новые дорожные знаки. Теперь движение осуществляется по двум полосам по проспекту Победы в направлении от улицы Вагоностроительной к улицу Кутузова. В обратном направлении транспорт движется по трамвайным путям. У Дома ветеранов появится новый корпус. На улице Комсомольской достроят многоквартирный жилой дом к 1 мая 2015 года. Согласно проекту, здание насчитывает 9 этажей. На первом разместят административно-хозяйственные помещения, многофункциональный зал на 144 места, зал для проведения занятий по лечебной физкультуре. Со второго по девятый этажей займут 80 однокомнатных квартир для жильцов дома ветеранов. В Калининграде создают банк кошек-доноров. Переливание крови может спасти не одну жизнь питомца. В базу заносят контактные данные владельцев животных, готовых прийти на помощь. Донором может стать любая взрослая кошка весом более 4 килограмм, привитая и не страдающая ожирением. Сейчас в банке уже 44 питомца. Если вашему хвостатому другу нужна помощь или вы готовы помочь, пишите в группу ВКонтакте. Кошкин.дом39 Известные на весь мир режиссеры Тимур Бигбамбетов и Сергей Бодров-старший снимут фильм про калининградского космонавта Алексея Леонова. Название картины – «Время первых». Главную роль сыграет актер Евгений Миронов, а премьера запланирована на 2016 год. Титаны масс-маркета «Зара», «Ойша» и «Кельвин Кляйн» останавливают свои поставки. Эта новость шокировала не только модников. Толпы покупателей кинулись за остатками в магазины под девизом «В майке зимой не побегаешь». Впрочем, кто-то именно на майке и нижнее белье делает ставку. И в такие революционные времена на скорую руку открывает маленькое домашнее и, главное, свое производство. О том, как открыть свой бизнес в кризис и не прогореть, расскажет моя коллега Мария Калинина. Инициалы на одежде домашнего пошива и вышивку ручной, а не машинные работы, ушли со сцен швейной промышленности лет 10 назад. Тогда масс-маркет сказал свое жесткое слово. Кажется, его диктатуре приходит конец. Теперь местные дизайнеры экстренно закупают машинки и двигают свое производство. Все достаточно бюджетно. Например, вот этот комплект, он получается 2000, вот этот примерно полторы. Цены такие же, как и в обычных магазинах на момент курса евро в 40 рублей. Поэтому сейчас, тем более, такую продукцию можно назвать конкурентоспособной. Кстати, за качество девушка отвечает. Технике шитья она обучилась сама по книгам. Самое сложное в изготовлении шелковых пеньюаров то, что размер XL и S разделяет всего пару миллиметров. Легко промахнуться. Но во имя своей миссии, как смеется Маша, готова набраться терпения. В общем, моя задача сделать из покупки белья какую-то такую традицию. Девушка возвращается домой в пятницу, она закончила трудовую неделю, она взяла бутылочку вина, новый бюстгальтер. Это просто аксессуар. Это не надо. Там один бежевый, один черный, один белый и все. И главное, чтобы они удобные, под все подходили. Есть белье, которое, чтобы носить, а есть белье, которое, чтобы снимать. Реклама дается девушке легко, ведь по образованию она профессиональный пиарщик. Так что уже примеряя на себя комплектик или аксессуар, сшитый с ее легкой руки, хочется и самой сесть за машинку. Кто знает, может быть поколение белых воротничков теперь займется поднятием российской промышленности на дому. Когда находишься вот в такой настоящей дизайнерской мастерской, понимаешь, что уход от масс-маркета не может не радовать. Потому что, например, покупая обычное женское белье в магазине, никогда не получишь вот такой прекрасный аксессуар в подарок. Мария Калинина, Михаил Эльбаум, служба новостей, город. 35 секунд свободного полета, новый дорожный знак и сотня белых птиц. Что еще обсуждали сегодня в социальных сетях, смотрите далее. Пришла зима, выпал снег, стало скользким. Такие погодные явления застали водителя джипа при спуске с горы. 35 секунд свободного полета с поворотами в 360 градусов – предел мечтаний любого каскадера. На улице Комсомольской появился необычный дорожный знак. Пользователи гадают, то ли пешеходный переход для китов, то ли «Осторожно, на кита не наступите». Еще одного каскадера снял на видео пользователь Иван Пашкевич. Рыжий кот не рассчитал своих сил и попал в просаг. В результате падения животное не пострадало. Очередное нашествие лебедей в Балтийске. Фотокамера гостей из Москвы запечатлела сотню белоснежных птиц, прилетевших на обед к морю. Фото автора наградили десятками лайков. Если вы хотите, чтобы ваши отчеты попали в наш эфир, выкладывайте фото и видео с хэштегом «Один городской канал». А теперь пришло время и вам поделиться своими хорошими новостями. У меня родился племянник. Мы переехали в Калининград, из другого города. Небо чистое, бомбы не сыпятся. Самое главное это. Я задала экзамен по литературе на 4. Ну не знаю, мы получили квартиру. Но мы выздоровели, это хорошие новости. Мы замечательно покатались на катке, попили кофе и идем домой. Жена родила. Пятницу. Удивим друг друга. Если вы стали свидетелем интересных событий и даже успели снять их на камеру своего мобильного телефона, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Ну а это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей «Город». Меня зовут Николай Храмов. Всего вам доброго и до встречи.